Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Сегодня я расскажу вам о трех главных подкормках для томата. Томаты являются огромными потребителями разнообразных питательных веществ. Но три элемента для них играют решающее значение. Это калий, это кальций и это магний. Томат наряду с картофелем являются самыми большими калий-любами у нас в огороде. Без калия урожая томата не ждите. Дефицит кальция вызывает уязвимость растений и томаток разнообразным болезням, включая кладоспариоз, фитофтороз, но самое главное – симптомом нехватки. Кальция является вершинной гнили, за которой можно потерять огромное количество урожая. Магний является центральным звеном накопления сахаров в листьях, ведь он входит в состав такой молекулы, как хлорофилл. Без магния хлорофилл не образуется, листья становятся мраморными, фотосинтез прекращается, томаты делаются невкусными, их навязывание останавливается. Таким образом, обеспечение этими элементами питания является ключом к успеху выращивания томатов. Лучше всего все три элемента – калий, кальций и магний – давать растениям по отдельности. Например, в одну неделю можно сделать подкормку нитратом калия. Я об этом когда-то рассказывал в полной схеме подкормки томата. Кальциевую подкормку можно дать в виде быстрого кальция, у меня есть на канале, либо же можно дать кальциевую селитру. Хотя кальциевую селитру я недолюбливаю из-за того, что наряду с калием нитратом будет уже слишком много азота. Между прочим, если азота уже слишком много и ваши томатики поджировывают, то в этом случае всегда заменяйте азот, содержащий удобрение, на безазотистое. Например, в отношении калия это может быть надзольный раствор. Надзольный раствор, погашенный уксусом, не цельная зола, а только надзольный раствор с добавлением уксуса или лимонной кислоты. Или же сульфат калия. Это будут безазотистые калийные подкормки. Что касается кальция, это подзольный раствор. У меня такое видео есть. Надзольный и подзольный раствор. Пожалуйста, посмотрите их. Это подзольный раствор тоже с уксусом или лимонной кислотой. Это такой быстрый кальций будет. Либо же можно взять стакан мела, например, и добавить литр уксуса, залить 10 литрами воды и подкормить под корень примерно по пол-литровой или литровой баночке, в зависимости от размера ваших растений. Либо кальциевой селитрой можно пырснуть по листу. Что касается магниевой подкормки, то точно такой же фокус, как с мелом и уксусом, можно проделать с доломитовой мукой. Стакан доломитовой муки на 10 литров воды плюс литр уксуса переболтать и по пол-литровой литровой баночке разнести по вашим растениям, по влажной почве. Либо же взять магниевую селитру и магниевой селитрой проходиться по листьям. Вы можете включать эти три подкормки в программы подкормки. Одну неделю сделали калий, одну неделю кальций, одну неделю магний. Потом опять калий, кальций, магний. И таким образом, чередуя эти подкормки, полностью обеспечите ваши растения необходимыми элементами питания. Но вы можете и объединить все три подкормки в одном ведре. Но в этом случае необходимо помнить, что чтобы не конфликтовали ваши подкормки друг с другом, вам необходимо использовать такой препарат, как мультибактериальный комплекс. Мультибактериальный комплекс замечательным образом позволяет вам избежать конфликта элементов питания при совместных подкормках. Но ведь эти элементы и в почве тоже есть, понимаете? Поэтому здесь необходимо крутиться. И когда вы просто делаете корневую подкормку, вы можете взять полстоловой ложки, например, кальция какого-нибудь, кальциевой селитры, полстоловой ложки калия сульфата и полстоловой ложки магния сульфата. Для томата вполне нормальное удобрение. И добавить 100 мл мультибактериального комплекса. Все это переболтать и по пол-литровой баночке разнести по влажной почве, по вашим томатам. Выполняйте такую подкормку раз в две недели, и вы полностью обеспечите ваши томаты отличным питанием и отличным урожаем. Что ж, не забудьте об этих трех элементах. В каком бы виде вы их не давали вашим растениям, главное, чтобы вы им их давали. Особенно в период начала налива первой кисти. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.